Микрорайон Радужный сейчас активно обрастает инфраструктурой. Планируется строительство нового детского сада, возведена новая школа, строятся магазины, аптеки, совсем недавно открылось отделение почты. Новый район, возникший фактически в поле, строится по новым подходам. Построили здесь и дорожную сеть. Еще этот микрорайон, так же как и расположенный по соседству район Луги, может похвастаться наличием шикарного лесного массива, расположенного на границах улиц Солнечной, Калиновского и проспекта Желтовского. Однако здесь есть большое но. Этот лесной массив не оккультурен для прогулок с детьми. Нет лавочек, не велодорожек, ничего, чтобы провести с пользой время на природе и отвлечься от городской суеты. Именно на эту существующую проблему обратили внимание активисты в резкой молодежной организации «Время земли», живущие в нашем городе. Проблема в том, что район Радужный, он расстраивается, молодой. По последним данным, там должно быть жилье, построенное общей сложности на 10 тысяч человек. Плюс там есть еще микрорайон Луги, там есть и жилгородок. И по сути, как таковых зон отдыха в этом районе нет. И ехать кому-то в центр, в парк городской, это накладно. Поэтому мы подумали, а почему бы не взять определенный кусок территории лесопарка и сделать там проект. Прежде активисты обратились в Пинский лесходск, где работники положительно отнеслись к идее ребят облагородить территорию лесного массива. С этим решением молодые люди отправились в Пинский горисполком. Обсудив проблему с представителями власти, было принято решение проведения конкурса под названием «Экопарк» на лучший проект по благоустройству этого лесного массива. Очень отрадно, что эта идея возникла именно, скажем так, общественности нашего города. Это молодые активисты общественного объединения «Время земли», которые пришли не просто и сказали, что надо провести такое мероприятие. Они пришли с конкретными идеями, которые мы совместным трудом обрамили в проект. Потом из него выросло положение о конкурсе. Первоначально задача ставила создать экопарк, а уже методы, средства и цели задачи мы подбирали совместно, когда стал наш круг расширяться. То есть здесь появился Полесский университет, который готовит профессионалов в этой сфере. Здесь появился хозяйственный орган, это лесхоз, горисполкомка, координатор этого всего. Ну и общественники, которые, в принципе, вышли с инициативой. И поэтому мы такой дружной командой серьезно поработали, порядка трех месяцев работали над этим конкурсом. И в итоге вышли к тому, что провести его именно на таком профессиональном уровне, не превращая его в массу, для того, чтобы действительно подобрать те проекты, которые будут иметь возможность быть реализованы реально. Этот конкурс было решено провести среди студентов кафедры ландшафтного проектирования Биотехнологического факультета Полесского государственного университета. 26 января в Полесском госуниверситете состоялся финал конкурса на лучшее благоустройство лесопарка. В качестве членов жюри были приглашены Марина Ковалевская, зампредседателя Пинского госполкома, главный архитектор города Илья Крюковский, замначальника отдела идеологической работы культуры и по делам молодежи Юрий Бушек, активисты общественной организации «Время земли» и преподаватели кафедры ПолесГУ. Именно они должны были выбрать лучшую работу по благоустройству лесопарка. Студенты самостоятельно представляли свои разработки. Первой выступила Анна Губская, студентка четвертого курса Полесского государственного университета. По ее мнению, в лесной зоне необходимо установить мини-кинотеатр, где бы показывали фильмы, связанные с историей нашей страны. Неподалеку расположилось кафе для удобства посетителей. Нашлось место в ее проекте и для велодорожек, а также место для детской площадки с каруселями. Анна также предложила на всей территории парка установить небольшие шалаши с мангалами. Стоимость проекта составляет порядка 398 тысяч динаминированных белорусских рублей. Однокурсник Анны Губской Владимир Лозюк предложил вместо кафе построить небольшой ресторан, организовать места для катания на роликах и велосипедах, разработал дизайн собственных лавочек округлой формы. Стоимость его проекта составляет 3 миллиарда нединаминированных рублей. Проект Владимира понравился членам жюри, однако впереди предстояло рассмотреть еще несколько ландшафтов, предложенных студентами Полесского. Ольга Якубчик при создании своего проекта вдохновлялась природой, и поэтому все дорожки для прогулок на плане напоминали очертания листа. Символом же ее парка стало светящееся дерево, которое она по задумке расположила прямо на входе в зону отдыха. Девушка также предложила создать зону для фотосессий и зону для тихого отдыха. Весь ее проект оценивается в 2000 динаминированных рублей. Кристина Груцкевич при создании своего ландшафта пользовалась главным принципом – наименьшее вмешательство в уже существующую экосистему. Именно поэтому многие члены жюри высказались в пользу ее проекта. Но сразу говорю, что я свой голос отдаю Кристину. По мнению Кристины, в парке должно быть 11 зон. Это и веревочный городок, и зона для пеших прогулок, а также площадка для катания на велосипеде и выгула собак. Еще Кристина предложила в некоторых местах покрыть асфальт специальной светонакопительной краской, которая будет светиться в темноте и создавать особую романтическую атмосферу парку в вечернее время. Стоимость ее проекта – 8762 рубля. Представила свой дизайн и студентка Валентина Черняк. В ее проекте поистину было предусмотрено все. Однако и стоимость проекта по предварительным расчетам составила около 75 тысяч динаминированных белорусских рублей. Против этого проекта высказался главный лесничий города Пинска, который посчитал, что для его реализации необходимо вырубить много деревьев, чего категорически делать нельзя. Заслушав выступление всех студентов, жюри удалилось для обсуждения. Посовещавшись, все члены приняли решение третье место присудить Анне Губской и Ольге Якубчик. Второе место разделили Валентина Черняк и Владимир Лазюк. А первое место досталось Кристине Грицкевич. Идеи было предложено, детализация проработки, вариации различные. То есть вот то, что очень красиво, очень красочно. Повторюсь, с точки зрения профессионализма, вот люди, которые компетентно высказали свое мнение, сказали, что действительно это то, что сегодня заслуживает первое место. С победой вас! Поздравляем! Ребята получили денежные призы от представителей Пинского госполкома. Получили денежное вознаграждение. Пусть это будет своеобразной такой инвестицией в их проекты. Суммы, конечно, недостаточные для реализации проекта, но для первого взноса и для поощрения это достойная награда. И теперь остается дело за главным найти инвестора для реализации проекта. Наша организация входит в Товарищество «Зеленая сеть», которая занимается различными экологическими проектами. И мы мониторим различные гранты экологические, какие будут. Есть у нас организация такая «ПроООН», которая занимается как раз развитием и поддержкой таких вот именно экологических проектов. Поэтому мы сейчас будем, грубо говоря, выжидать, смотреть, не появится ли подходящий конкурс, чтобы уже на этот конкурс выставлять. Но, естественно, это будут средства на данный момент, как нам представляется, европейские, потому что именно они разрабатывают различные такие типы экологических программ. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ